Более 700 спортсменов, несколько дней соревнований и успешный результат. Магнитогорские тхаквандисты приняли участие в межрегиональном турнире по тхаквандо «Юный динамовец». Наш город в Челябинске представляли спортсмены спортивной школы номер 11. Ребятам удалось завоевать более 30 медалей, в том числе 13 золотых. С чемпионами и призерами пообщалась Елена Старостина. Учебный год, как и спортивный сезон, только начался, но юные тхаквандисты, что называется, в боевом строю. Даже на летних каникулах занимались в рамках сборов и тренировок. Да, детей надо держать в том месте, иначе они расслабляются, и их тяжело потом привести в чувство, в спортивное чувство, когда они несут ответственность за каждую тренировку. Поездка в Челябинск на межрегиональный турнир «Юный динамовец» стала для всех, что называется, нулевым срезом. И ребята своих наставников не подвели. В копилке наших тхаквандистов более 30 медалей. Среди золотых медалистов – Ника Чукина. Три боя с непростыми соперницами стали для девочки настоящим испытанием. Я заняла первое место. У меня было три боя. Первые два боя я хорошо выиграла, а в третьем бою первый раунд я выиграла, а второй я проиграла. Ну, я просто устала. А в третьем раунде я уже выиграла и заняла первое место. А вот Кире Серош стать чемпионкой помешало излишнее волнение. Выиграв достаточно легко два поединка, в финале Кира встретилась с давней соперницей – чемпионкой России. Именно статус оппонента подвел в решающий момент Киру. Девочка стала второй. Она была чемпионкой России, его третье место. И вот из этого ты замановала? Да, потому что я с ней уже четыре года подряд дерусь на почти на всех соревнованиях, в финале встречаюсь. Исаева Екатерина, она выступала в веселой категории «плюс». Там очень сложно девочкам особенно, когда можно встретиться 45 килограмм, 49 килограмм, 50 килограмм. По итогам соревнований наставники ребят сделали, что называется, выводы как для себя, так и для спортсменов. Впереди целый новый сезон, а значит и новые победы. Елена Старостина, Евгений Грудев, телекомпания ТВИН.